доброе утро друзья доброе утро сегодня у нас уже суббота сегодня у нас уже суббота и нахожусь я вот здесь вот по сороковой дороге в тракста 5 ты ей вот здесь вот кенворд 900 красавчик и вот здесь петрушка вот зеленый тоже красавчик я ее хотел чуть-чуть заснять петельте доброе утро красиво сделали в общем что приехал я вчера сюда это где-то в районе 260 мая здесь тейка я я даже не посмотрел какой здесь есть что почему я просто выехал был сильно устал и короче лег я спать сегодня если дай бог все хорошо будет должен поехать до города амарила вот такие вот у нас пироги друзья здесь у них идет констракция уже довольно таки давненько вот это все вот здесь вот новое и вот здесь они что-то вот строят 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 думаю что еще немного и они закончат эту работу и будет нам хорошо хорошо приехал я короче вчера вечером парковку я не нашел такую бесплатную в этой тейке короче они уже больше половины парковок сделали платными просто и свободные места идешь платишь 14 долларов и все короче я думаю что потихонечку по чуть-чуть она все все перейдет в платки это мое личное мнение но может быть я не прав и надеюсь что я не прав но что-то мне очень кажется что это именно к тому и идет вот здесь вот они делают этот мост строят вот здесь вот далека ну есть 20 мая это я вот посмотрел на gps 260 ма короче какая разница какой город трейка все здесь кроме контракта и дороги больше снимать нечего куда что-то засмай ну вот друзья выезжаю я на 287 этим это и как едешь по на запад по сороковой дороге 287 эти здесь есть трак стоп называется лог что я хотел сказать вот здесь вот эта заправка она будет справа а вот здесь вот с левой стороны очень хороший ресторанчик он называется как это чисто такой семейный ресторанчик вот здесь вот с левой стороны и у них там такая домашняя еда и очень даже цена такая доступна по моему в районе 9 10 долларов кто здесь будет из ребят местных можете заезжать я думаю что вам понравится заеду я себя заправлюсь запаркуюсь пойду скупаюсь и будем ехать дальше что-то у них здесь две линии вообще закрыты так где мне встать может вот это крайне уедет надеюсь да вроде садится в трак будет ехать ну давай заправлюсь потом чуть-чуть засниму как я загрузил так вот друзья хочу вам показать если если кому интересно можете смотреть в общем на заправке лавс на заправке лавс как приехал можно можно не заходить можно сначала заправиться можно сначала заправиться а потом зайти уже и заплатить то есть вот этой карточкой пользуешься на улице вот я здесь сейчас нажимаю трактор и нажимаю тэш я всегда все заправляю вместе каждый каждой заправкой я заправляю тэш так шаг номер один все вот уже пишут что ауторайз ауторайзинг дизел и все риму назад сейчас я буду заправляться и потом чуть-чуть посниму так вот друзья нахожусь я на заправке лавс сейчас я пойду после того как заправлюсь где-то вот там вот запаркуюсь пока у меня идет заправка хочу вам показать вот этот вот дом на колесах вот так вот люди живут друзья это размер такой не не один из самых больших но он классный конечно он я даже если брал бы наверно себе чуть меньше взял бы они вот так вот цепляют в жесткую зацепку вот такой вот джипик за собой и путешествует по всей америки здесь есть специальные места такие парки для этих мобил хомс они могут могут они заезжать заранее это самое резерв делать места и в общем неплохо в общем неплохо хочу показать как я загрузил вот эту вот машину я брал последний это subaru это subaru w rx subaru импреза вот эту я брал в последнюю а mercedes вот этот вот mercedes и класс да я его взял предпоследнюю но когда я приехал ее забирать то есть эта машина должна была быть си класс то есть цешка а когда они один просто взяли нас надурили они на бумагах поставили си класса она как только я туда приехал я увидел что она на е-класс то есть соответственно она намного тяжелее чем си класс да чем эта цешка и пришлось мне снять вот эту кемри снять вот эту мазду и поменять и поменять местами то есть я его когда взял поставил пока на хвост и потом когда приехал забирать эту subaru я просто взял перегрузил чуть и вот там я потерял время неплохо так вот такие у меня машинки друзья сверху subaru BRZ subaru BRZ его я поднимал забирал на акшене вот так она выглядит снизу subaru импреза WRX вот такие легенькие машины они обязательно должны быть именно на хвосту и тогда почти уверен что перевеса не будет никогда здесь что мы делаем мы берем здесь и добавляем вот такой вот брусок чего мы это делаем чтобы вот здесь зазор был нормальный между двумя бамперами если вы заедете этим колесом просто на платформу этот бампер вот столько на четыре инча три с половиной да будет ближе к багажнику крышки то есть у вас есть шанс что этот бампер сделает повреждение на крышке багажника кто этим будет заниматься если будете смотреть это видео я думаю что это очень хорошая информация на вот такую вот девятку сверху у нас honda accord снизу у нас mazda 6 17 года mazda 6 тоже довольно таки тяжеленькая машина здесь у нас на пузе вот это синяя тойота кемри тойота кемри вот это у нас mercedes и класс белая сверху это subaru subaru forester джипчик такой небольшой здесь снизу это acura tlx кстати я смотрел бумаги это acura восемнадцатого года друзья восемнадцатого года на ней тысячу с чем то пробег я говорил на предыдущем видео посмотрим если здесь у нас все нормально вроде я переживал что вот здесь вот сильно мало места и вот здесь вот переживал чтобы этот капот не цеплял этот бампер когда машина болтается но нормально нормально везде все пока хорошо все нормально натянуто так что так что так что можно может быть так сверху у нас honda пилот вы это уже видели я его там и оставил ну все ну все закончу заправляться и перепаркует ну вот друзья заправился я на 656 долларов и 76 центов заправил я так что кому интересно берите калькулятор подсчитывайте что почем я подъехал вот здесь вот вот такой пятюнчик заснимаю чуть-чуть его но красавец конечно цвет очень красиво вот такой вот ярко-зеленый ярко-зеленый цвет ярко-зеленый цвет с вот таким вот тенка на на всех лавс кстати сделали первую вот такую линию для проверки воздуха в колесах вот у них здесь есть на каждое колесо вот это вот все четыре для трейлера и там все четыре для трака там даже я думаю что 6 потому что и на переднее колесо и она не 6 опять она со всех сторон то как бы так и с той стороны и с этой вот так подъезжаешь они бесплатно если ты у них заправляешься бесплатно тебе это самое проверяет давление есть что надо добавить воздуха добавляет добрый вечер друзья добрый ветер в общем сегодня у нас суббота вечер на улице уже темно здесь по местному времени сейчас 9 часов вечера и что я хочу сделать я хочу приготовить рис рисовую кашу сейчас я вот пойду рис помою хочу я сделать его с морковкой с морковкой с луком и с вот такой вот с вот такой вот говядиной у меня вот такие вот есть кусочки я сегодня недавно останавливался сняла их с морозилки и в общем хочу я приготовить себе вот такой вот плов хочу я добавить вернее это не плова это будет рисовая каша хочу я добавить еще чуть-чуть томатного соуса так как у меня болгарский перец уже закончился продукты заканчиваются мне буквально еще два дня полтора-два дня я буду уже дома так что вот такие вот дела друзья я пойду помою рис и помою рис и помою мяско потом приду и буду все уже это чистить так вот друзья нарезал я морковочку нарезал я лук вот такими вот квадратиками что я еще здесь придумал у меня есть вот такая вот фасоль она уже уже сваренная вот такой вот консервной баночки я хочу взять добавить чуть-чуть ее и хочу добавить чуть-чуть кукурузки я думаю что будет классно вот оно мое мясо я ее помыл и сейчас возьму нарежу ее и тем временем пока у меня накаляется масло сейчас возьму мяско нарежу это уже нарезал и все начнем зажарки вот так вот я нарезал мяско вот такими вот кусочками не хочу я их сильно маленькими резать чтобы они сильно маленькими после зажарки и после приготовки не получились я хочу чтобы они были вот примерно вот такого размера не забываем намочить этот рис ее хорошо помыть вот так вот до прозрачного цвета и пока идет зажарка все вот это дело пусть она сидит просто водички все ночная делать зажарку сейчас я хочу пожарить чуть-чуть мясо сначала потом уже закинуя значит морковочку и лучок нельзя я думаю что должно быть неплохо в дороге я думаю что это как раз то что надо время у меня есть благодаря нашему электронному локбуку времени очень даже много так 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 сейчас он поменяет цвет и уже можно будет закидывать лук с морковочкой в общем вот друзья чуть-чуть я поджарил мясо добавлю я сейчас добавил лучок с морковочкой ну вот друзья возьму я добавлю вот такой вот кукурузки вот такой кукурузки я добавлю я думаю что все равно добавится вкус думаю что я так не делал никогда но думаю что не должно быть плохо вот так где-то половину я думаю нормально нормально все в мире друзья все вверх ногами уже и спорт в политике и все все на кучу короче что творится что творится ну вот друзья открыл я фасоль вот такая белая фасоль к она уже сварена хочу чуть-чуть добавить ее тоже не знаю что за блюдо получится но я думаю что не будет плохо я думаю что будет вкусно я слил водичку с риса вот такой он белый рис с длинной и сейчас я думаю что я его всю наверно не буду сыпать мне кажется что я один стакан как бы думал это самое но или уже все просто была не было друзья уже все выкладываете так сейчас помешаю короче здесь не будет на два дня как минимум сегодня покушай и завтра вот такая будет рисовая каша друзья я честно скажу это еще не готовил вот это я сейчас вместе с вами попробую что-то новенькое я думаю что получится неплохо сейчас я посолю поперчу и залью водичкой водичку я залью кипяченой как когда делаем плов кипяченую водичку наливаем вот так вот я хочу сделать я думаю что хватит так где мой красный перчик это у нас чепотли перец чуть-чуть его так и можно черного перца все я думаю что вот этого всего для вкуса должно хватить друзья сейчас вот так помешаю все заливаю водой и перед друзья вот пока моя водичка кипит вот она закипела я нарезал вот так вот чесночок хочу еще и чесночка добавить я думаю что это чесночок не испортит мою эту кашу я думаю что наоборот сделает вкуснее сергей вот смотрите опять та же самая лойка не говорят вода уже закипела и сейчас я залью вот так вот пока этот рис покроется водой вот так вот все и мы посмотрим что из этого получится друзья но я думаю что будет вкусно я чё-то вот так вот думает все делаю одной рукой так как в одной рукой держу камеру так все идем на меню идем на меню так включил идем на меню и выбираем выбираем опцию рис и грейн свете пишет вот он рис и грейнс выбираем его потому что у нас рис здесь у нас стоит на час я думаю это как раз нормально все идет старт температура 200 я думаю нормально все ждем друзья ждем пока она готовится я вот этот бардачок сейчас быстренько убираю и я думаю что всем будет нормально не переключаемся друзья так ну в общем вот друзья прошло это время прошло прошел час короче и сейчас посмотрим что у нас какая рисовая каша у нас получилось классный мен ну сколько здесь так много этого риса я так и думал что много будет но но уже поздно об этом говорить уже поздно об этом говорить да здесь его очень даже много я не думал что с одного стакана так много получится что поем поем что не поем ну вот друзья вот такая вот рисовая каша у меня получилось будем пробовать нарезал я помидорчики ехать на электричке нарезал я огурчик и это маслина что добрый вечер буду я кушать приготовил я себе вот такой вот ужин и на завтра наверно тоже будет вот здесь очень много получилось я вроде поставил вот такой вот один стакан это очень много следующий раз надо будет поставить половину я думаю что будет как раз но вкус получился короче домашний мясо суховато так как это был такой какой-то стайк сюда лучше взять говядину с жиром я думаю как раз будет самое то но так неплохо очень даже вкусно друзья желаю я вам всем хорошего всего если вы дальнебойщики если вы ездите тоже по дорогам как я желаю вам легких дорог не гвоздя ни жазьи желаю вам здоровья вашим родным и близким если вы смотрели это видео подписывайтесь на канал ставьте лайки ставьте лайки ставьте лайки оставляйте комментарии я буду их читать и буду прислушиваться к вашим советам спасибо до скорых встреч пока спасибо 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 Продолжение следует...